Метро для москвичей Они не нужны То есть навигация раньше тоже хорошая была, да, у нас? Лучше, после войны прекрасная была навигация В 60-х, 70-х, 80-х, в 90-х еще была старая Сейчас начали ее распродавать Деньги им, видите ли, нужны А как вы считаете, зачем ее вообще надо было менять? Не нужно, вполне И все эти цветные линии, напольная навигация Все эти, от лукавого, какая к черту напольная навигация Когда толпа такая, что ничего не видно Все эти линии Были раньше четкие Диаметр Или линия Соконческая линия Еще какая-нибудь линия Четко Правильно, радиус, диаметр Все понятно Номера стали, цвета стали Скоро цветов не хватит Для этого Начали глупости делать Железную дорогу Кольцевую Сделали Это же идея Образцова Как и московские центральные диаметры Никто не помнит Образцова Его улицы назвали МИИД его знает Почему не сказано, что реализована столетняя давность идея корифея железнодорожного Собянин ее за свою идею выдает Вот и плохо, что выдает за свою Научная добросовестность требует, чтобы обязательно указали первоисточник Никто не говорит, что это плохо Никто не говорит, что современное правительство реализовало Но употребите Упомяните хотя бы, что сейчас на новом качественном уровне Реализована идея Образцова Который еще тогда Сделал кольцевую дорогу с пассажирским движением Сделал диаметр, который сейчас это Я был в этом павильоне Который только что открылся Московские центральные диаметры Я не получил там некоторых ответов Меня, например, удивляет Почему не было предусмотрено Действующий сейчас диаметр между Белорусской дорогой и Курским Сейчас же ходят поезда Три-четыре Его не будет, да? Его не упомянули там Не могу понять Скажите, а вы на новой МЦК вообще ездили? Вам как? Удобно на ней ездить? Иногда удобно, иногда нет Конечно, сейчас можно построить несколько станций Вот построили станцию Варшавская Переименовали ЗИЛ в Тульскую Построили новую станцию Будут еще открывать несколько станций Новых платформ около станции Минска на Киевском Мне бы хотелось, чтобы некоторые были бы соединены Например, Киевское направление могло быть к Белорусскому Около Одинцова Подключено раз Могли бы еще сделать несколько Вот Павелецкое направление вполне могли бы Из Домодедова дать Курское Там очень близко, они даже пересекаются Можно было бы сделать ветку Два Еще можно было бы сделать ряд таких более Конечно, давно пора И эта идея витала в воздухе более ста лет Она хорошо реализована, она сложна Мне только удивляют нереальные сроки Если посмотреть на Комсомольскую площадь и на станцию Холончевская И реконструкция путепровода минимум два года Это сложное инженерное сооружение А сейчас все очень быстро, да? Скорее быстрее все делается Меня возмущает, что дают заведомо нереальные сроки Любому инженеру, любому специалисту, любому просто человеку Более-менее понятно, что эти сроки Зачем говорить то, что ни одна линия метро не была сдана вовремя В плане стояло, что сдать в этом году Даже наземную, но не сделали депо Отстает техническая база Не введено депо, значит, Солнцево Не введено депо Лихоборы И до сих пор не функционирует депо в этом, как его звать Братеева Зачем говорить нереальные сроки? Потом, я очень сомневаюсь в целесообразности Реконструкции Филевской линии Ее могли бы сделать подземной Отрыть открытым способом По той же трассе сделать В эксплуатации это дорого стоит Более того, эту ошибку повторили Повторили тем, что новая линия от Солариева в Новую Москву идет наземная И тем не менее, эту наземную линию не смогли сдать Хотя она должна была, было заявлено, сдадут в этом году Дай бог ее сдадут в мае, в июне От Солариева в коммунарку вы имеете в виду? Да, в коммунарку именно эту Она уже построена, самое интересное, она почти построена Что там нет? Нет депо и нет некоторых мелочей Которые забыли, так сказать, сказать Линию тоже, вторую линию розового, так сказать, цвета Тоже сдадут в середине, может быть, к маю все Там забыли на минуточку сделать депо Ну, не говоря еще о некоторых системах связи, блокировки и так далее Вы так интересно рассказываете, вы связаны как-то с метро? Я могу представить себе организацию работ Я могу представить себе это Я не могу только понять, зачем в угоду политическим требованиям Всегда называют нереальные сроки Вы же сами на свой вопрос и отвечаете В угоду политическим требованиям Это глупо Это компрометирует больше, чем вранье не прощается А вот раньше всегда досрочно сдавали станцию Вот запланированную на май А ее к Новому году сдавали Все люди получали аккордную оплату за досрочный ввод Даже Лужков это практиковал Досрочный ввод, аккордная оплата за досрочную И люди понимали, сейчас же их ругают А сейчас наоборот, да, обещают раньше? Потому что люди думают, вот нам должны были метро провести в этом году По плану, который был напечатан В открытой прессе А потом без объяснения вдруг это переносится Выдумывают какие-то глупости Технический пуск Это этап, который не может считаться Пуск это когда ходят поезда и перевозят пассажиров Когда линия открыта А все остальные стадии Опытная эксплуатация, технический опробирование Пуск пробного поезда Это стадии технического подготовки к эксплуатации Зачем их выдавать за пуск? За пуск Пуск это когда вы сели, проехали эту линию И можете пользоваться ей постоянно Это сдача в промышленную эксплуатацию А стадии работы их очень много Проход тоннельный, завершение проходческих работ Раз, завершение укладки рельс, завершение системы Электроснабжение, связи и все Что меня беспокоит? Депо Депо Отстает строительство депо от От самих станций Да Дело в том, что техническая база Метродепо Сложнее и важнее Но самое-то интересное Закончили тяжелейшие проходческие работы Открытый способ А депо, которое строится в общем-то На земле Может строиться до линий Может оборудоваться независимо от прохода Отстает Казалось, должно быть наоборот И что самое интересное Многие ругают Лексутова Многие ругают, допустим, Мостринж проект Да, вот еще, что я хочу сказать Все-таки Такая фирма, как Ингеоком Делает станции намного лучше Намного красивее Я имею в виду архитектурный облик Мы опять скатываемся к типовому проектированию И как раньше при Хрущеве Тиражировали вот эти станции Одного типа В энном количестве Везде Так и сейчас мы Делаем то же самое Не всегда удачная Например, Беломорская Казалось бы, должна быть Красивейшая станция Нет Повторили тоже Солариево Повторили тоже Румянцево И очень трудно рассмотреть это Приятным исключением стала станция Савеловская Вторая Кольцевой линии Которая раньше Должна была называться Верхняя Масловка Вот тут чувствуется архитектор Тут чувствуется уже Ну, как это сказать Рукомастера Тут еще Московские традиции Дают Еще хочу А Ингеоком Это какая-то чья фирма? Нет Сейчас в Москве строят В основном Кроме китайских специалистов Две фирмы Мосметрострой Ингеоком Очень солидная Фирма Ну, Бамстройпуть Казанский метрострой И другие Как-то сами сошли Зато появились Иностранные метростроители В лесу Представителей Китайской народной республики Которые делают Участок От проспекта Вернадского Туда к Аминьевскому шоссе Да, я знаю У них общежитие Там на проспекте Вернадского Большое Одну мелочь Нам бы надо Поучиться У китайских товарищей Уважению К строителям метро Посмотрите Их подсобки Посмотрите Городок Рядом С метро Проспекта Вернадского Очень культурно Очень Комфортабельно Работать Инженерно-техническому Персоналу Посмотрите на наши Бытовки На любой Строительной площадке Это же наши Им построили Этот городок Для китайцев Построили По их проекту Во-первых Они огородили Красивым Черпичным забором Во-вторых Там ворота Которые Раздвигаются И сдвигаются В-третьих Там Очень Застеклённое Там Сам вот этот Городок Он комфортабелен Люди Там будут работать Года два-три Пока строят Им создали Нормальные Условия Труда А почему Для них создают Нормальные условия А для наших Не создают Или они Сами создали А наши Как бы На А нашим Сойдёт Мы В контейнерах Ютимся Мы ютимся Прорабские Очень Такие Малокомфортабельные Ну так у нас Получается Люди сами Готовы Так работать И это терпеть Посмотрите На турецких Представителей Некоторых Фирм Которые строят Небоскрёбы И Москва Сити И ряд других Посмотрите Какие условия Создали Турецкие Руководители Для своих Рабочих И инженеров Нам бы Можно было бы Поучиться Не только технологиям Но и бытовому Там нету Там большие Толстые Доски Кладут Временно Там чёткая Организация Труда Там внедрены Знаменитые Сетевые графики Производства Работ Там очень Хорошая Организация Во всех Отношениях Труда Почему мы Этому Не учимся Я не понимаю Это кстати Не так дорого Стоит И даёт Очень Посмотрите Какая чёткая Доставка Бетона Да Доставляют Наши фирмы Да Наши стройматериалы Но Они сумели Это сделать Как строительный Конвейер У нас же Больше пока Очень правильных Хороших Разговоров Которые Не реализуются А как так Получается Что у нас Дело в том Что У нас Рабочие Не убирают За собой А турецкие Строители Убирают Стройплощадку У них есть Насмотрщик Который На самом деле Контролёр И они Составляют Кто дал Задание Кто принял Кто выполнил И кто Проверил И между прочим Обезлички Там нет У нас Это делается На авиационных И военных Заводах Там Это Метод Применен В строительстве И когда Они видят Брак Сразу видно Кто допустил Как допустил Почему допустил И кто несёт Ответственность У них Персональная Ответственность На каждом Участке Работы И это Кстати Дисциплинирует Люди знают Что Они не могут Скрыться А кто-то Там Сделал Уже Ясно И кто-то Кто проверил Сразу Фиксирует Это И люди Уже Понимают Это Спасибо вам Большое Так интересно Рассказывайте Скажите Пожалуйста Как вас зовут Это Неважно Я Москвич Я родился Здесь Всё это На моих Глазах Кстати Вот ещё Плитка Если вы Пойдёте В самый Самый Центр Александровский Сад Вы увидите Что Плитка Выпучена Это Мы знаем Здесь Тоже В гололёд На ней Падают Вы знаете Сколько Проклятий Я слышал И от гостей Столицы И от москвичей И от любого Возраста Людей Которые Скользили На этой Плитке И добрым Словом Поменяли Руководство Этого Которое Спутало Рим И Наш Даже Юг Где Нет Могут Сказать А как же Стокгольм А как же Норвегия А как же Финляндия Там Подогрев Идет Или Теплотрасса Идет Под Или Электроподогрев И там Сделана Система Водоудаления И это У нас же Многое Не продумано Мы взяли А то можно Перекладывать Каждый сезон Да А зимой Кто будет Перекладывать Когда она Вытарывает А зачем Как зачем Чтобы деньги Есть поговорка Шеи до пари И не будет пары Если бы Те кто это делал Персонально Отвечали бы Не только на уровне Исполнителя Но и на уровне Проектировщика И на уровне Заказчика Вот что я вижу При чем Моем уважении К специалистам Правительством Москвы Они часто Не работают Заказчиком Заказчик должен Так же хорошо Работать Как и Исполнитель Заказчик должен Контролировать Исполнение На всех стадиях Работы Заказчик должен Не принимать Плохо сделанную Работу А заставлять Ее переделывать Это самое Заказчик должен Выгонять Фирмы Которые Могут Еще скажу Электробусы Как можно было Без эксплуатационных Испытаний Покупать Покупать Ведь Отказался Газ Фирма Газ Заключать Контракт На новый Электробус КамАЗ Правда Да Тоже не могу Понять Он же сломался Сразу Как поехал Вместе С Собяниным Правильно И не только Он Я ездил На нем Даже сейчас Идея Хорошая Но Пока Или мы Должны купить Финские И Китайские Электробусы Которые Уже Прошли Это самое Или Должны взять Как Свар Сейчас делает Финская Хочет Выпускать Сокольский Вагоноремонтный Завод На базе Наших Автобусов С их Оборудованием Выпускать Совместную Модель Очень хорошо Но Если Разобраться Она может Стать Дорогой В эксплуатации Зарядные Станции Все Остроумное Решение Сделали Транспортные Системы Производственная Компания ТС Которая Дала Электробус Пионер На выставке Там Они Зарядную Станцию Возят С собой Как прицеп И как только Они приезжают На какой-то Пункт Ее сразу Меняют На новую А там Заряжается Очень Остроумное Очень Грамотное Очень Технически Продуманное Решение Если бы Если бы Сначала Продумали Это Сначала Продумали Вот сейчас Сделали Реконструкцию Скажем Кольца Бульварного Садового Кольца А Почему Сразу Не поставить Зарядное Устройство Для Подзарядки Тех же Электробусов Потому что Потом их Еще раз Можно будет Закупить Нет Тогда надо Разрывать Вот это Ставить Зарядные Станции И Ну это Новый Проект Конечно Зачем А мы Говорим Что У нас Денег Нет Ну могу Ответить Отрадное Мне Очень Нравится Что Пустили В эксплуатацию Витязь М Той же Фирмы Производственной Компании Транспортной Системы Мне Нравится Обновление Вагонов В метро Мне Нравится Что Сейчас Поступил С берлинской Выставки Трамвай Лев Двусторонний И Львенок Которого Очень Не хватает Львенок Одна Вагон Низкопольный Одновагонный Это Самая Это Дальнейшая Модернизация И совершенствование Вагона Сити Стар Который Для Москвы В общем Признан Не совсем Подходящим То есть Какие-то Все-таки Плюсы У нас Есть Что-то Движется К лучшему Очень Много Плюсов Есть Прекрасные Проекты Которые Сейчас Реализуются Дорожные Системы Инфраструктуры Мне Ласточка Которые В общем Верхняя Пышма Уральские Локомотивы Электрички Да Вы имеете Электрички Да Очень Видел Иволгу Мне нравится Что В этом Демонстрационном Павильоне Есть Новая Модификация Относительно Того Что было В Щербинке На Кольце Во время Выставки 15-20 Сделали Специально Модернизированный Состав Под наши Московские Центральные Диаметры По замечаниям Это Мне нравится Что Каждый Может Выбрать Обшивку Элементы Значит Отделки Вагона Но В общем То Неправильно Пассажироориентированности То Что Люди Решают Решать Мне кажется Должны Не активные Граждане А Узкие Специалисты Которые Имеют Компетентность Которые Имеют Технические Знания Которые Принимают Оптимальное Решение Профессионалы Правильно Причем Высокого Класса Активные Граждане Не могут Понять Проблемы Они говорят Вот мне Надо Здесь А что Тут Коммуникация Что Здесь Плохой Грунт Гидрогеология Что Здесь Наконец Зона Отведенная Для Другого Они Не В состоянии Понятия И не Специалист Не может Принимать Решение А часто Популизм Московских Властей Под Так сказать Дешевую Популярность Заставляет Принимать Решение Под В угоду Общественности Из-за Политических Или каких-то Вот не нравится Им Тоннель Не нравится Им Мост Не нравится Им Какое-то Решение И московские Власти Могу Привести Пример Очень грубый Бирюлёва Трамвай Нужен Даже если Метро Будет Минимум Через 10 лет Его нужно Спроектировать Его нужно Построить Оно должно Еще Так сказать Быть Реализовано Казалось бы Что делать Сейчас Трамвай От метро Пражская Трамвай С большим Депо С системой Которая Идет Дальше В Загорье С возможностью Развития Сколько лет Этот проект Не реализовывается Спрашивается А почему Видите ли Активные граждане Не хотят Чтобы у них Под окнами Гремел трамвай Ну во первых Новое депо И новый подвижной состав Не гремит Они Уже Настолько Специальные Шпалы Специальные Это самое Специальные Вагоны Не дают Шума Это Он скоростной Он удобный Он комфортабельный Если кто не Во первых Надо же Наверное Перед тем Как у людей Спрашивать Им надо Объяснить Правильно За что они Голосуют Могу Привести Пример Эгоизм Граждан Например На улице Школьная Не могут Построить Видите ли Общельность Против Не могут Построить Восстановить Трамвайные Движения По линии К Рижскому Вокзалу Вот Ой сейчас Не Геллеровского Это Тоже Видите ли Граждане Против Спрашивают ли У нас На самом деле Граждан Потому что Этот интернет Ресурс Активный Гражданин Он Организует Собрание Приезжают Специалисты Публичное Слушание Да вы имеете Слушание И Определенная Группа Слишком Активных Граждан Которых Устраивает Стоянка Машин Под окнами И не устраивает Трамвай Который Не даст Этой стоянке Протаскивает Своё решение Своё решение И ещё Решение Должно Приниматься Не гражданами А городом Слишком много У нас местного Самоуправления Мы забыли Что мы Не живём В микрорайонах Деревнях А живём В огромном Мегаполисе И решение Городостроительное Должно быть С точки зрения Общей системы Города И его развития Как такового А не с точки зрения Мелкого Местнического Себелюбивого Эгоистичного Населения Вот Не желаю Чтобы у меня Под окнами Был трамвай И его не будет А городу Нужен трамвай И не для них А сквозное Магистральное Движение Скажите Но сейчас Вот этот вопрос Такой же С реновацией Например Одни говорят Что их дома Должны снести Другие против Понимаете Ещё когда Была первая Выставка Реновации Я задал Такой вопрос Специалиста Ведь вы Должны Сносить Целые Районы И строить Заново Совершенно верно Районы Потому что Министр инженера С любой точки зрения Это глупость Например Стоит Пятиэтажка Среди Многих этих А если Мостынежпроект Запроектировал Здесь Теплотрассу Если Нужно Сделать Если Дорога Идёт Как же Эта пятиэтажка Можно сохранить Когда Тогда Весь проект Надо переделать А потом Она развалится Значит Тогда Получается Лужков Правильно Делал Когда он Делал Реконструкцию Кварталами Правильно И сейчас Это будет То же самое Но Это логика Проект Организация Работ В едином месте Всё Снести И разом Построить В одна фирма Делает Определённый Микрорайон Квартал Как хотите Его назовите Но зачем Надо было врать Жители Решают Сами Жители За или Против Если Жители Против Дома Не сносят Останутся Хорошо С одной стороны Развалившие Дома Которые Подлежат Сносу В аварийном Состоянии Остаются И очень Хорошие Пятиэтажки Должны Быть Снесены Кирпичные Пятиэтажки Хотя Есть проекты Надстройки Пятиэтажных Домов До 7 9 Наши Проекты Уже Реализованы Я не говорю Как ГДР Как ГДР Уже Сделало То же самое С нашими Домами Сделали Лифт Модернизацию Новая Коммуникация Ремонт Настройка Этажей Сохранения Но вы знаете У нас же сейчас Арестовали Вот Как его Назвать Директор Он Электрон Реконструкция Городских Пятиэтажек Их лидер Сейчас Арестовали Понимаете Человек Может быть Плохой Фирма Может Иметь Злоупотребление Это Дело Следственного Комитета Это Дело Компетентных Органов Им виднее Ну идея Это может быть Хорошая Надо Отделять Человека Даже Ну Как сказать Не мошенника Но не совсем Но вам не кажется Что его арестовали Именно за то Что он выступает За реконструкцию Пятиэтажек А московской Власти Это невыгодно Им хочется Все сносить Понимаете Такими вещами Не шутят Если Следственные органы Найдут Что ему Предъявить А судья Найдет В чем Его обвинить И приговорить Это да Если же Этого нет Вот Тут-то Может Быть Доказательство Правильности Ваших Предположений Что собственно За что За идеи Несовместимые С этим А вы думаете Сейчас У нас Суды Не аффилированные Разве Аффилированные Но Еще раз Но И еще раз Есть система Доказательств Как это сказать Обвинить Можно Кого угодно Все таки Пока У нас Римское право И пока Требуется Доказательство Вины И Определенная Статья Закона Которую Нужно Нарушить Если же Этой Статьи Нет Если Нет Доказательств Ну Как Говорится Скажите Еще Пожалуйста Почему Вот вы знаете У нас Сейчас Очень много Районов Борются С точечными Застройками Вот я Лично На Кравченко 16 Мы воевали Против стройки На детской Площадке Кунцево Мичуринский В Останкинском Сейчас Просто Чуть ли не Гражданская Война Минутка Точечная Застройка Ну вот вам Такой пример Было Есть В Москве Управление По обслужию Дипломатического Корпуса Есть Территория Посольств На территории Бывшего Посольства На территории Сейчас Культурного Центра Гето-Института ГДР Бывшая Посольства Ленинский проспект Ленинский Рядом С улицей Кравченко Отторгнув Эту территорию Кстати Построили Огромный Многоэтажный Дом Этажей В 20 Для работников Министерства Иностранных дел Ну якобы Для работников Нет Я говорю То что Официально В титуле Но Забыли Что тогда Была Благоустроеннейшая Территория На этой территории Были розы Цветы И наконец Территория Была В общем-то Дипломатического Представительства Что может Думать О нас Германия Да Это Гето-Институт Должен переехать В Лефортово В район Улицы Баумана Где уже Есть Территория Где они Должны Создать Этот самый Да Возможно Это здание Потом Не будет Использоваться Для Представительства Германии ФРГ И Все это Само Но мне кажется Сначала Надо было Построить На новом месте Гето-Институт И потом Уже Строить Это здание Вот вам Пример Точечной Застройки Самый Вопиющий В другом Другом Деле К сожалению В этой точечной Застройке Нарушаются Некоторые Санитарные Нормы Инсталляции Близости Одного Дома К другому Еще ряд Вот Вот Почему Делается Точечная Застройка А не Комплексная Реконструкция Всего Массива Почему Делается Застройка Детских Площадок Как это Сказать Благоустроенных Дворов Почему Буквально Впихивают Дом Нарушая И архитектурный Он даже Архитектурно Визуально Несовместим С имеющейся Застройкой Чисто С объемно Пространственной Композиции Потом Ведь Что главное Что никак Не Говорят Эти Люди Которые Выступают Против Этот дом Сажают На имеющейся Коммуникации Без Реконструкции Магистральных Подводящих Сетей Следовательно Вода Там Будет Горячая Меньшей Температуры Электроэнергии Может Не хватать Потому что Дом Дает Большую Нагрузку Как правило Выше Чем Те Которые Выше Но Это Правильно Что Выше Правильно В Москве Нужны Высотные Строительства Но Коммуникации Это Надо Реконструировать Магистральные Куда Спускать Канализацию Теплоснабжение Сажают На имеющейся Сеть Рассчитанная На 5 9 Может быть 14 Этажей Но никак Не на этот Электроэнергия Опять же Трансформаторная По станции Вся сеть Рассчитана На одну Нагрузку Вы скажете Так что же Теперь Надо Реконструировать Всю систему Чтобы Эти дома Выходит Этот дом Сажает На Существующую Сеть Все сети И опять же Требуется Расширение Почты Полиции Других Обслужий Поликлиники Детские сады И школы Это же не Не учитывается Это игнорируется Просто Да Если бы Были Допустим Расширение Одновременно Строительство Магистрали Больше Тепломагистрали Водопроводной Большего диаметра Трубы Была бы Подводка Это можно было бы Допустить При соблюдении Санитарных норм Сейчас захотят Посадить На существующую Инфраструктуру А это Приведет К большим Большим Ухудшением Качества Не только Для тех Кто Имеется Раньше Застройки Но и для самого Дома И это Как раз Почему-то Никто В протестах Против Точной Застройки Не освещал Что же Вы делаете Как же Вы прозитуете На существующей Сети Не желая Развивать Коммуникацию Да Ясно Спасибо вам большое Я могу сказать Только одно К сожалению К сожалению Я уж не знаю Команда Профессионалов Может быть Там Непрофессионалов И еще Мне очень Противно Когда Говорится Я Московский Я сам Москвич Я родился Здесь Почему Говорится Московский Доктор А чем Подмосковный Или Рязанский Хуже Почему Говорится Алло По-другому Держит Все Спасибо вам Большое До свидания Хочу сказать Что вот это Выпячивание Москвы Свойственно Лимитикам И провинциалам Но не Москвичам Мы уважаем Жителей Всей страны Мы Выросли В СССР Мы Считаем Что Медицинский Вуз Готовит Одинаково Врачи И для Рязани И для Крайнего Севера И для Москвы И для Питера Почему Так Выпячивается Москва Московский Доктор Стандарт Московского Врача Стандарт Московского Педагога Стандарт Хотя мы Одна страна Да Это перебор Это глупо Это Настраивает Жителей Провинции Против Нас Еще Один Фактор Негативного Отношения К нам Благодаря Правительству Москвы Которое Слишком Уж Это Выпячивает Причем Если Говорить Объективно В Питере В Ленинграде Медицина Не хуже Чем Москвы И коррупционных Скандалов Как С Хрипуном Которого В общем-то Хотят Возбудить Уголовное Дело По Его Результатам Деятельности По этой Оптимизации Здравоохранения Которое Даже Не ошибка Я бы сказал Преступление И навеясь Что суд Даст ему Правильную Оценку И при этом Где дела Стоят Хуже Чем В некоторых Других Местах Выпячивание Московское 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 Зачем Значение Москвы И так все знают Она не нуждается В украшательстве Она не нуждается В рекламе Кто знает Тот знает А мы Сами поймем Что хорошо Что плохо Не требуется Это Это перебор Грубо говоря Игра Допустима Но бездарная игра Бездарный перебор Переигрывают А вот это уже Никуда не годно Не должно Надо быть поскромнее Уверяю вас Люди Надо верить Что люди Правильно оценят Что люди Не глупы Они найдут Меру вещей И по заслугам оценят И положительные И отрицательные История История Даст свою Оценку Более Жесткую Может быть Чем Кому-то Хотелось Но справедливую Потому что Через какое-то Время Будет видно Что было Хорошо Сейчас Что было Плохо Сейчас И как Можно Это все Оценить Период А вот Это вот Украшательство Москвы На праздники Вы как К нему Относитесь Плохо Вы об этом Сейчас Говорили Плохо Плохо Дело в том Что это Выкинутые Очень Большие Деньги Которые Понимаете Всегда Это было Были В свое время Проводы Русской зимы На Масленицу Были Новогодние Праздники Было Это Но Не столь Затратно Не столь Помпезно Понимаете Это отдает Балагану Извините Меня За грубость У нас Были Всегда Действия Массовые Мероприятия Уличные Действия Их делали Профессионалы И Может быть Делали Плохо Может быть Делали Хорошо Трудно Сказать Но Такого Размаха Конечно Никогда Не было И Понимаете Это отдает Велодорожками Которые Вид транспорта И до безумия Расширением Тротуара И Сужением Проезжей части В общем Могу сказать Одно Это Можно Было Эти Средства Можно Было Бы Даже На Это Сделать Оптимальнее И Рациональнее Я бы сказал Так Слишком Много Помпезности Слишком Много Мишуры Да Я бы сказал Я бы сказал Хуже Слишком Мало Вкуса Вот что Плохо Иногда Иногда И Огромное Средство На Иллюминацию При Погружаемых В мрак Спальных Районах Где Освещение Стало Недостаточным Все Это Такая Показуха Вот Показуха Мы Не Любим Надо Быть А не Казаться Спасибо Вам Большое Спасибо За Вашу Гражданскую Позицию Кстати Я Не Активный Гражданин Я Не Желаю Быть Среди Тех Где Одни И те же Лица Сопровождает Мэра Во всех Открытиях Ну Хоть бы Меняли Статистов Нет Одни и те же И слова Одни и те же И можно Прямо Как это Сказать Знать заранее Что они Скажут Как когда-то Были протокольные Заявления И дал обед На обеде Присутствовали И другие Официальные Лица Так теперь Мэр Москвы Открыл Не важно что Граждане Активные Это самое Мэр прокатился По новой Линии метро Мэра Открыл Мост Все это самое Одни и те же Слова Ну ладно Руководство Москвы Хуснули Все понятно Это официальные Лица Ну граждане Это все Одни и те же Это смешно Это видно Это неумно Хоть бы Меняли их Изредка К сожалению Вот мы с вами Видим А многие не видят Считают Что вот Все хорошо Пусть считают История все раз Это самый страшный Судья История Спасибо вам большое Не за что До свидания Все таки мы Лужкова Вспоминаем Добрым словом Какой бы он ни был Но Чем бы он ни был Плох Но все таки Он был свой Я считаю Закон города Москвы Должен обязать Мэра Если не быть Москвичем То по крайней мере Прожить лет 20 И чувствовать И любить город Совершенно верно Согласна с вами Причем Не первые лица Могут быть Могут быть Например Хуснулин Лексутов Даже если его Ругают за многое В том числе Я все таки Он на месте Все таки Кое что положительное Он сделал Еще там ряд Руководителей Да Но первое лицо Основное Должно быть Москвичем Это кстати По закону Да Спасибо А тут Не закона 10 лет Он был назначен Не избран И был назначен Не прожив здесь 10 лет Этого мы тоже Не забываем А я просто Ничего не имею Для Тюмени Он хороший Ну не для Москвы Спасибо До свидания Хорошего вечера вам Уважаемые зрители Я считаю Что нам повезло Встретить такого человека И поговорить с ним Может быть даже Ради таких вот Интервью И стоит выходить На улице И делать Подобные опросы Продолжение следует...